Поезд с гуманитарным грузом отправили на Донбасс. Продукты питания, средства гигиены, канцелярские и бытовые товары вошли в перечень вещей. Это помощь мирному населению, собранная жителями Карелии и сотрудниками железных дорог, совместная акция Федеральной пассажирской компании, РЖД и Народного фронта. Эта акция охватывает все 16 железных дорог России, то есть занята не только Октябрьская, но и Западно-Сибирская, Горьковская, Московская, абсолютно все дороги. Помощь идет и поездами, и автомобилями. От штаб-квартиры Народного фронта отправили другой груз. Мобилизованным из Карелии, проходившим обучение в Сертолово, а теперь воюющим в области проведения СВО, отправили необходимые вещи. Получена заявка от командира этого батальона, который попросил и дизель-генераторы, попросил и теплые вещи, и спальники, попросил воду, попросил печки, то есть список очень широкий. Также есть техника, это прицелы ночного видения, тепловизионные, это бинокли. Также автомобилям доставят адресные посылки от родственников военнослужащих. 180 адресных посылок собрали, там родственники положили теплые вещи, положили гостинцы своим военнослужащим. Все это стало возможным благодаря тому, что одновременно машина формируется для отправки в Луганскую область в эту часть от благотворительного фонда «Живой город». Родные военнослужащих держатся вместе, помогают, обмениваются новостями. То, что отправить своим, тоже обсуждали сообща. Ведь сейчас письма и посылки – единственный мостик между родственниками. У нас очень дружная семья. Матерей, сестер, жен. Они такая опора вам. И вы должны к нам приехать. Мы вас очень ждем. Редактор субтитров А.Семкин